добрый вечер наталья добрый вечер наталья что происходит у нас захаровой что ее побудило высказаться о простых людях таким образом что ее побудило вызвать на бой так сказать алексея навального и в конечном итоге слиться какие-то версии есть на этот счет ну что побудило высказать наверное это бывает какая-то спонтанная реакция и задавали вопросы она и ответила на и ляпнула что называется не думаю что здесь был какой-то специальный умысел но проговорилась она конечно знатно вот она проговорилась как типичный представитель такой советской элиты она же из семьи дипломатов да она всегда была в каком-то привилегированном положении и она высказала такое общее недовольство появлением всякого плебса самолетах и вообще в принципе вот такие люди недовольны тем что теперь то что было доступно элите доступно всем вот собственно о чем и речь была ну в принципе это проявление такого общего нашего нашего такого отсутствия переосознания 1917 года я часто в сети сталкиваюсь с высказываниями про крепостное право про то же самое там недавно одна барышня сказала вот лежу я на кровати а неплохо чтобы у меня была палашка все принесет и все сделает еще захарка который тоже что-то сделает по дому у нас вполне но привычные такие высказывания собственно но и но в этом стиле и было вот что это вдруг все позволено всем что это здесь все ходят у нас же в принципе вот эти все вот эти абстрактные все это какой-то враг мы же боимся не не какого-то конкретного врага кто здесь будет ходить по улице если мы не закроем все будут ходить какие-то люди будут ходить вот она против них высказалась она вообще не задумывается над тем что она сказала получается она чесала все что-то ей сиюминутно пришло в голову а вот здесь уже начинаются страшные вещи потому что то что она сказала там это что она делала дальше показывает ее глубокую профнепригодность как дипломата она же дипломат у нее такая работа не ляпать что попало у нее работа представлять страну в данном случае у нее была работа представлять некую официальную позицию мита в отношении там закрытия границ там разрешение полетов не разрешение она должна была следить за языком даже если она находится дома даже если она находится там на самоизоляции даже если она даже там может быть расслабилась перед эфиром она все равно должна взять себя в руки и сказать то что нужно а не то что первое ли пришло в голову вот она потом пойдет шашлыки жарит там с друзьями расслабляться вот пусть она там лепит все что все что можно в данном случае она официальное лицо а дальше конечно становится еще более страшно потому что если она в таком же стиле как с навальным ведет себя в международных переговорах и вообще это такой стиль общения мидом то вопросы возникают ребята что вы вообще там делаете как можно было проявить такой непрофессионализм она должна была эту позицию просчитать она должна была понять что что происходит в данном случае черт возьми кто из вас спикер мида ты или навальный но тем не менее она вот осмелилась после его реакции на опять же ее слова и она тут же бросила ему вызов не подумавши то есть она переоценила свои силы и опять же почему она слилась сергей викторович ей позвонил и сказал что мария ты что-то там не то не туда пошла зачем она вообще его вызвала понимая что через час позвонит начальство и скажет что мария не нужно этого делать то есть это такая какая-то двойная профнепригодность первое непонимание что можно говорить что нельзя говорить и второе это не просчитывание оппонента в том числе оппонентов внутри мида ну если хочется проявить либерализм управляем где-то еще да ну очевидно что запретят очевидно что она подставит не только себя на подставит в общем вполне солидное уважаемое ведомство что она собственно и сделала нужно было головой то как то думать зачем вызвала ну то опять же тоже спонтанное решение человек сначала говорит потом думает сначала пишет потом думает после этого в общем надо подавать в отставку как ты думаешь перспективе реально это или нет в перспективе вряд ли потому что своих не сдают тем более после позора с навальным у нас еще не было случаев когда кто-то опозорился после расследования навального или какой-то публичной полемики с ним и его уволили наоборот повысят вот достаточно странная вещь да как он у нас с одной стороны человек не профнепригоден и показал в общем несколько раз свою проб непригодность а с другой стороны очевидно не будет за это наказу но я скорее всего вызовут я так думаю вот по правилам внутренним правилам ее скорее всего вызовут объяснять генеральную линию объяснят ей что так делать не надо лишат какой-нибудь там не знаю премии еще что они там получают и может быть в очередной раз не представит каком званию такие такое скорее всего будет но это будет будет закулисное наказание мы об этом не узнаем ну если она останется в обойме и она будет также трудиться и найдет объяснение всем своим последним выпадом поступкам а здесь уже интересно скорее всего просто понимая немножко что там внутри происходит скорее всего я сейчас позиция ослабились публично и и не сдадут публично и и может даже похвалят но если будет возможность ее либо уберут либо понизу но произойдет это может быть через несколько месяцев и чтобы мы не связывали это напрямую с вот этим факапом с навальным оборудованием оборудования оборудования